Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей. В студии вместе с вами Егор Матаев. И вот главная тема к этому часу. Кабмин страны работает над упрощением регистрации на российском рынке импортных лекарств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Барнауле задержали мошенников, которые завладели почти пятью миллионами рублей. По телефону они обманывали пожилых людей. Сколько человек попались на удочку аферистов, расскажем далее. У жителей отдаленных населенных пунктов вновь есть возможность пройти обследование на онкологию, не выезжая в Барнаул. Краевой Минздрав возобновил онкопатроль. Правительство страны работает над упрощением регистрации на российском рынке импортных лекарств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранные упаковки. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Поставки осложнялись просто тем, что у них не было упаковки на русском языке. Хотя препарат, который они производят, знают наши специалисты и готовы рекомендовать его для лечения. По словам председателя правительства, станет проще поставлять иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Сейчас такие компании смогут возобновить те поставки, которые были до этого на российском рынке. И к другим темам. Три автомобиля частично провалились в подлёд в Алтайском крае. К счастью, машины не ушли в воду полностью. Никто из пассажиров не пострадал. Первый случай произошёл в Каменском районе. На Аби, вблизи села Малетина, по колёса провалился легковой автомобиль. Второе происшествие случилось в Павловском районе. Там в воде оказались сразу два УАЗа. Во всех случаях в автомобилях находились рыбаки. ГМЧС напоминают, в регионе закрыты все ледовые переправы. Нахождение на льду даже без автомобиля сейчас опасно. 50 единиц техники работает на дорогах Алтайского края для устранения последствий паводка. Талые воды вышли на автомобильных дорогах в Аллейском, Дретьяковском, Локтевском, Рубцовском, Зональном и Поспелихинском районах. Чтобы обеспечить проезд, специалисты в круглосуточном режиме укладывают бутовый камень в промоины, укрепляют земляной вал, устанавливают сигнальные вехи. В настоящее время закрыт проезд на региональной дороге Аллейск-Безголосово. Там вода поднялась до уровня моста через реку Аллей. Альтернативный проезд до села проходит по трассе Аллейск-Петропавловская-Смоленская. В Барнауле задержали мошенников, которые обманом завладели почти пятью миллионами рублей. Их дело находилось на личном контроле у главы регионального МВД Андрея Подоляна. Аферисты действовали по отработанной схеме. По телефону они представлялись пожилым людям, родственниками, которые якобы стали виновниками ДТП. Полицейские задержали троих подозреваемых, жителей Кемеровской области. По предварительным данным, двое из них действовали, сообщая, обманули 11 пожилых граждан. От еще одного фигуранта пострадали 14 человек. Им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В феврале-марте этого года в полицию Барнаула поступило 25 сообщений от граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Еще 30 местных жителей вовремя прервали разговор с подозрительными собеседниками и сохранили свои денежные средства, в том числе благодаря профилактической работе участковых уполномоченных полиции. Так, 84-летняя женщина не отдала 780 тысяч рублей незнакомке, которая представилась ее дочерью. Она вспомнила о том, что ей рассказывали о подобных случаях и не доверилась аферистке. Я опять ей говорю, да ты что, ну-ка скажи, тебя плохо слышно. Она ей говорит, да у меня губа разбитая. Ты что, не узнаешь родного ребенка? Вот такие вот были разговоры. А вы? А я ей говорю, да я как-то тебя не узнаю. И через некоторое время она приезжает с зятем. Они заходят, я говорю, люсь вот так и так. Почти 500 километров алтайских дорог планируют отремонтировать в 2022 году. Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. 2022 год для Алтайского края будет отличаться увеличением суммы по сравнению с прошлым годом на 15%. На цели дорожных работ будет потрачено 17,8 миллиардов рублей. Довольно значимая сумма. Расходуется она в соответствии с постановлением правительства Алтайского края о расходовании дорожных фондов. Сумма не окончательная. Мы надеемся, что так, как и происходило в прошлые годы, будет корректироваться объем дорожного фонда. В этом случае, возможно, будет увеличение и объема работ. Министр транспорта добавил, что основные виды дорожных работ в этом году – текущий капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, остановление мостовых конструкций, а также содержание дорожных объектов. У жителей отдаленных населенных пунктов вновь есть возможность пройти обследование на онкологию. Краевой Минздрав возобновил онкопатруль. Накануне барнаульские специалисты посетили камень на Аби. Медики, которые занимаются новообразованиями мужских и женских половых систем, на протяжении нескольких дней обследовали пациентов. Также они проконсультировали врачей местной ЦРБ, дали им рекомендации по проведению диагностики и лечения. А если в каком-то случае существуют какие-то сомнения, наши специалисты готовы по отдаленному доступу получить эти изображения, то есть сразу ставится в просторечии галочка – это подозрительные больные. Наш специалист это смотрит, дает обратную связь. На сегодняшний день в Каменской больнице 15 пациентов с онкологическими заболеваниями проходят процедуры, не выезжая в краевую столицу. Пациентам, которые уже получили, поставлен диагноз, им не нужно будет ехать в онкоцентр, чтобы поставить этот укол. Они приезжают к нам в ЦАОП, мы им ставим этот укол, они у нас наблюдаются дальше. Специалисты проекта «Онкопатруль» уже посетили три района. Их следующая точка – Алейск. В планах проконсультировать славгородских врачей. Добавлю, в прошлом году на территории края специалисты зафиксировали 200 новых случаев онкозаболеваний. Сегодня день неонатолога. Этой специальности исполняется 35 лет. В 1987 году в педиатрии выделили отдельный раздел, специалисты которого занимаются здоровьем новорожденных. Одна из областей внимания медиков – недоношенные дети. Как им помогают в нашем регионе, расскажем прямо сейчас. Около 8% детей в Алтайском крае ежегодно рождаются недоношенными. Таких маленьких пациентов выхаживают врачи-неонатологи. Они первыми осматривают новорожденных и наблюдают за их состоянием в первые 28 дней жизни. Мы им оказываем помощь, хирургическую или просто педиатрическую помощь. И на базе нашей поликлиники, которая также входит в Центр охраны материнства и детства, им оказывается помощь по катамнестическому наблюдению, то есть по следующему наблюдению за больным ребенком. Это и педиатры, и пульмонологи, и гастроэнтерологи. И в частности, это врачи-офтальмологи, которые предупреждают, вовремя диагностируют и предупреждают такое заболевание, как ретинопатия недоношенная, которая может привести к слепоте. Причиной преждевременных родов, по словам специалистов, может стать стресс или, к примеру, возраст. Также врачи могут принять решение вызвать роды раньше срока, если женщина заболеет. Это случилось с Викторией из Солонешинского района. Девушка родила сына на два месяца раньше. Тогда ребенок весил 1 килограмм 150 граммов. Я заболела на 22 неделе, и он начал плохо шевелиться. Как-то такой ленивый стал. Ну и все. И меня сказали, что такой он и есть, может быть, ребенок ленивый. А потом меня отправили в Барнаул, и выяснилось, что появились проблемы. Нам сказали, пока 2 килограмма не наберет, наберет, если все хорошо, то выпишут домой. Работу неонатологов облегчает современное оборудование. Например, в Центр охраны материнства и детства закупили два реанимационных стола. В их конструкцию встроены весы, которые позволяют определить массу тела новорожденного. Комплекс фиксирует точные параметры физического состояния ребенка. Среди них и содержание кислорода в крови. При необходимости врач может немедленно начать искусственную вентиляцию легких. Российская Федерация достигла рекордного снижения уровня младенческой смертности. То есть, если в Советском Союзе погибали и с 1020 детей, то сейчас в среднем по России с 1000 погибает только 4 ребенка. Но еще есть резервы для снижения. Специальность развивается, она молодая, много технологий приходит в специальность. Среди недоношенных детей особое внимание уделяют тем, кто родился с экстремально низкой массой тела – менее 1 килограмма. Сегодня выживаемость таких пациентов достигла 96%. Это результат слаженной работы акушеров, неонатологов и узких специалистов. Юлия Шеламова, Сергей Седых, Новости. И о спорте. Хоккейный сезон в Барнауле закроют 8 апреля. Праздник спорта состоится в Титов-арене. А помню, главная хоккейная команда региона «Динамо-Алтай» завершила свои выступления в ВХЛБ. В полуфинале барнаульцы проиграли команде из Красноярска и стали бронзовыми медалистами Кубка Федерации. Закрытие уже традиционно пройдет в формате блиц-турнира. «Динамовцам» на льду будут противостоять команда болельщиков и сборная правительства Алтайского края под названием «Шайба». Все любители хоккея смогут пообщаться с игроками, сфотографироваться и взять в них автограф. Также на закрытии сезона пройдет аукцион. Деньги направят на помощь детям Донецкой и Луганской народных республик. Начало праздника в 19.00. Вход свободный, без возрастных ограничений. И к новостям культуры. Ансамбль песней и танца «Алтай» представил большой концерт на сцене городского дворца культуры в Хабаровске. Выступление прошло в рамках федеральной гастрольной программы «Мы – Россия». В первом отделении зрители увидели хореографический спектакль «Блуждающие звезды» в постановке легендарного балетмейстера Владимира Васильева. Второе отделение составила концертная программа «Я – Алтай, а почувствую душу». После Хабаровска артисты отправились в Еврейскую автономную область. Затем посетят Амурскую область. Ну а завтра состоится концерт ансамбля в Благовещенске. А 7 апреля – в Белогурске. К этому часу у меня все. Эфир телеканала продолжит мои коллеги. Но я желаю вам отличного и продуктивного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова